Если Арарон в самом деле хочет вас поблагодарить, пусть угостит вкусным ужином. Отличная масля, мы в деле! Здарова, народ! Вы на канале Диафплей, и мы продолжаем проходить Рейшен Инфаркт. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, подпишитесь на канал, ну и погнали! Итак, я немного зафакапил... тут прохождение. Для того, чтобы можно было выйти из игры, мне пришлось выйти из подземелья. Несмотря на то, что они сказали, что я могу сюда прийти, когда хочу, я, блядь, сюда прийти обратно не могу. Собственно, вот с той поебалой я и не могу поговорить, о чем мы там должны были бы поговорить. Ну, скажем так, shit happens. И возвращаемся обратно сюда. Так. Ну, ходи. В таком случае, позвольте мне официально поприветствовать Фатуя в наших рядах. Ларабас! У нас теперь общий враг. Пришло время оставить наше разногласие позади и устремить взгляд в будущее. Что касается Арарона, возможно, его действия выходят за рамки дозволенного. Но я не намерена наказывать его прямо сейчас, я дам ему шанс проявить себя. Великодушные решения. Мы вернулись, ух ты, вы так мило беседуете, пойман, кажется, что это сон. Я думаю, что наши шансы на победу возросли. Это неожиданный, но, тем не менее, благоприятный исход. Раз уж мы все здесь, у меня есть несколько вопросов, расскажи, как ты обнаружил механизм источника. Мы не смогли приблизиться к обретению сердца бога. Поэтому я попросил своих людей прочесать Натлан в поисках другого варианта. Арарон тоже помог. Мы нашли трех ученых, Абер... Аберева... Босамтве и Куштань. И объединили результаты их исследований, чтобы отыскать это древнее устройство. Хм... Я впервые слышу эти имена. Да с тобой вообще сложно, знаешь, разговаривать, когда смотришь на эти сессантры. Похоже, моё расследование не позволило обнаружить важных учёных. Не понимаю, как я их упустила. Странно. Возможно, они попросту живут в уединении. В любом случае, их результаты говорят сами за себя. Ну это правда. Теперь в нашем распоряжении есть ещё один вариант. В отличие от использования сердца бога, новый план позволит нам выиграть время. И если ничего не получится, у нас останется этот план на крайний случай. Хотя его исполнение потребует больших затрат. Или больших затрат. Но это значит, что все забудут о своём прошлом. Нужно постараться избежать такого. Кстати, если говорить о сердце бога, как ты узнал, на что оно способно? Эта история начинается с катаклизма, произошедшего пятьсот лет назад. Я не смог спасти Каэн Риах от бесчинств бездны. Когда ситуация стала невоправимой, я бежал в Натлан с остатками своего взвода. И тут я обнаружил, что Натлан стал жертвой той же трагедии. Я защищал эти земли довольно долго. И в процессе познакомился с Айдзу, вождём повелителей ночного ветра. Наверняка многие считали Каэн Риах виновником трагедии. Но Айдзу был добр ко мне и даже помог в трудную минуту. После этого я решил помочь Натлану. В бою воин сражается ради победы. Даже если моя родина погибла, я был настроен на победу. Вместе с Айдзу мы сражались во многих битвах. И преодолевали бесчисленные трудности. Однако он не смог избежать своей участи. И в последние минуты жизни поведал мне тайну сердца бога. Значит, это был он. Он несколько раз ещё до трагедии рекомендовал использовать сердце бога. Но я каждый раз отказывалась. Ты знал его, ты сражался за Натлан все эти годы. Почему я не узнаю тебя? О, всё дело в маске. Ха, под маской уже не видно того лица. Проклятие бессмертие не защищает плоть от гниения. Погоди, ты знаешь человека по имени Дайн Слейв? Для него эта проблема не выглядит такой уж... Серьёзной. Вы с ним уже встречались? Да, много раз. Похоже, ты его тоже знаешь. Во времена Кэн-Риах я знал только его имя. В последний раз я видел его лично, когда он путешествовал с принцем. Он хранит в себе боль и ненависть, которые намного превосходят мои страдания. Тогда ты сказал, что не хочешь со мной драться. Неужели это из-за моего брата? Да, ты сестра принца. Учитывая мою роль в Кэн-Риах, я бы не хотел причинять тебе вреда. Хотя, скорее всего, это навязанное самому себе бремя. Если бы принц увидел меня сейчас, сомневаясь, что он узнал бы меня. Отвечая на твой вопрос, я не знаю, как Дайну удалось замедлить разрушение своего тела. Моя внешность сильно изменилась, и это не единственное. Даже моя физическая сила лишь малая, только того, что было раньше. Я бы не сказала. Когда мы сражались, мне казалось, что я сражаюсь с вершиной человеческой силы. Я всё равно проиграл. Я не заслуживаю похвала. И всё же, жаль, что мы таки не встретились 500 лет назад. Ты бы увидела, на что я был действительно способен. Согласна. Если бы мы тогда сразились, у меня была бы причина выложиться по полной. Значит, вы устроили эту возню на стадионе, а теперь выясняется, что вы особо и не старались? Я бы сказала, что наши силы равны. Если мы встретимся снова, победа будет за тем, кто больше стремится к ней. Полагаю, ты сдерживалась, поскольку вокруг были зрители, которые могли пострадать. Если бы ты воспользовалась ситуацией, то это была бы бесславная победа. Ничуть не лучше, чем захват заложников. Моей целью было сердце бога, но я не мог его получить. Не смог его получить. Это значит, я проиграл. Всё просто. Кстати о сердце бога! Чё ты скажешь, царица? Её величество, царица, дарует каждому предвестнику свободу искать смысл своего существования. Когда придёт время, эта свобода может возобладать над её приказами. Вот почему наши методы могут так радикально отличаться. Несмотря на одну цель и одного суверена. Мне нужно сердце бога, потому что я пришёл сюда, чтобы спасти Натлан. Это был мой главный мотив. После этого, если сердце бога останется у меня, я смогу вернуть его в Снежную. Моё решение относительно сердца бога не изменится. Так что давайте пока сосредоточимся на бездне. Точно! Что произойдёт, когда все шесть героев соберутся вместе? Вероятно, высвободится какая-то сила. Мы высвободим великую силу, с помощью которой можно помешать бездне, но только один раз. Эту силу Жбаланке получил от Рановы. Ранова богиня, чье существование предшествовало появлению Архонтов. Её можно считать эмиссаром небесного порядка. Оно управляет силой смерти. Так вот откуда у вас взялась Ода Воскресенья! Да. Ранова тоже была инициатором правил Натлана. Что касается Божественного Трона. Как я уже говорила, когда человек восходит на Божественный Трон, его внутреннее пламя пробуждается. Сила пламени зависит от потенциала человека. Тот же принцип действует в отношении силы Повелительницы Смерти Рановы с одним существенным отличием. Количество унаследованной силы не меняется в зависимости от способности выдержать её. Другими словами, это сила, которую не каждый может выдержать. Но если ты выдержишь испытание, то обретёшь небывалую мощь и способность использовать силы более могущественные, чем силы любого Архонта. Рискованный навык! Нельзя идти по этому пути, не допуская риска. Муалани ворвалась в Царство Ночи, несмотря на загрязнение бездны. Арарон противостоял смерти. Я должна оправдать их ожидания и выполнить свой долг. Слова истинного лидера. Ладно, хватит серьёзных разговоров на сегодня. Вам нужно отдохнуть. Уверена, вы устали. Без нас, скорее всего, почувствует изменения в Арароне. Возможно, частота нападений увеличится. Нас ждёт много испытаний, мы должны быть готовы. После твоих слов, Пайман чувствует себя ещё более измотанной. Тогда мы пошли. Ну, пошли. А куда мы пошли-то? Ладно, сейчас разберёмся. Надеюсь, покажет маркером, куда идти. Да... А, ты где-то рядом. О! Ох, как больно! Не двигайся, нужно время, чтобы рана затянулась. Отдохни ещё несколько дней. Монстров становится всё больше и больше. Словно что-то изменилось. Это очень необычно. И нам всем следует быть осторожными. Но не волнуйтесь слишком сильно, мы всегда рядом. Если чего и боится бездна, так это сила. Если они думают, что мы лёгкая добыча, значит их ждёт сюрприз. О, нас кто-то зовёт. Иду, иду. Хм... Чё такое, Келакира? У меня дурное предчувствие. Действительно ли у нас есть время ждать появления последнего героя? Да ёпт! Эээ... Как мне туда... Дай... И... Дай... Ээээ... Стена. Что? Не, мне вроде сюда. О! Чё, он оружие убирает? Нет, мы не можем дать их нашим солдатам. Они не были должным образом за колено в кузнице. Качественное оружие и щиты жизненно важны для выживания нашего народа. Я знаю, что всем приходится нелегко, но мы не можем идти на компромисс. Послушайте, я не обвиняю вас. Я знаю, что это не ваш привычный уровень мастерства. Может быть, вы сделаете перерыв, а я позабочусь об остальном. И они ушли. Привет, Шилонин! Чё-то не так? Ничего такого, с чем бы я ни справилась. Всего лишь бракованный товар, да и только. Даже самые искусные мастера совершают ошибки под давлением. Если хотите избежать подобной участи, вам стоит немного отдохнуть. Ты, наверное, тоже устала? Не волнуйся, мне это нравится. Ну ладно. То есть, мне просто надо подойти и пару слов потрэндить? И типа на этом всё? Я не могу туда запрыгнуть. Жаль. Так, между прочим, чё заходят? Так. Кругтоны? Чё такое кругтоны? Подносите печати пира, полученные во время приключений в Натлане. Кругтоны в храме Пакса. Чтобы повысить его уровень и получить... А-а-а! Тут не дерево, тут эта хуйня. Всё, я понял. Блядь! Там уж 30 этих... Печатей надо. У меня только 13. Я понял. Уходим. Так, следующий у нас находится... Как тут отобраться? Ладно, я надеюсь, через эту дверь сейчас пройдём и туда доберёмся. О, да. Так, а тут как-то поднётся... А тут верха нет. Понятно. Входим в обитель усталости. Нарарон. Бабушка! Бабушка, что случилось? Ты хочешь мне что-то сказать? Что там и дело? Ты прекрасно знаешь, что ты наделал. И я должна тебя проучить. Так, с чего начать? Прости. Ага, понял, что сбежать не получится и решил извиниться. А в прошлый раз и позапрошлый раз убегал, только пятки сверкали. Да, но тогда я тоже извинился. О чём ты только думал? Мало того, что оказался преступником в розыске, ты ещё и заварял эту кашу в руинах. Что толку передо мной извиняться? Проси прощения у тебя, что едва не погиб. Хорошо. Я прошу прощения. Бабушка, я не буду оправдываться. Можешь бронить меня. Я заслужил. Нам с тобой предстоит серьёзный разговор. Так что не вздумай лгать. Я не лгу. Я всё как следует обдумал. Знаю, я поступил опрометчиво и рискованно, но я раскаиваюсь. Я должен был что-то сделать. Не потому, что я считал себя особенным, а потому, что хотел помочь Натлану всем, чем только мог. Да, в результате проблемы только умножились, поэтому ты права. Все извинения бесполезны. Но я не знаю, что мне ещё сказать. И благодаря тебе Ифа принёс мне камень. Слов мало, чтобы выразить мою признательность, но всё равно. Спасибо, бабушка. Пожалуйста. И не забудь поблагодарить Ифу. Обязательно. А вообще не бери в голову. Я подделала мешок и скопировала честь твоих воспоминаний. Я не заметил. Конечно. Сколько лет тебе и сколько мне. Как ты мог заметить? Но я должна ещё кое-что тебе сказать. Пьера Архонт поговорила о тебе с остальными. Многие твои поступки идут вразрез с законами Натлана. И ты должен понимать, что понесёшь ответственность. Да. Но в конечном итоге твои усилия оказались не бесполезны. Ты дал нам ещё одно средство защиты. И... А кроме того, усилием боли ты спас себя и стал героем. Хм. Есть от тебя хоть какой-то толк. Всё-таки ты мой внук. Бабушка. Это Келла Кера и Пайман попросили тебя так сказать мне. Что? Нет. Я говорю то, что думаю. Не верится, что в такой момент ты меня хвалишь. Раньше ты бы давно пустила в ход кулаки. Бля. Не торопи события. Я пообещала путешественнице, что переломаю тебе ноги. И я не шутила. Бабушка, не надо. Ноги мне. Ещё дожди, чтобы ходить. Пытаешься сторговаться? Ладно, что ты предлагаешь? Я ведь закладил свою вину. И обещаю, что в будущем ничего подобного не повторится. Ладно, я понаблюдаю за тобой какое-то время. А потом решу, что с тобой делать. Келла Кера, Пайман, не ждала вас здесь увидеть. Здоровки! Беседуешь с внуком? Да. Да чего я устала приглядывать за всякими мелкими сорванцами. Да, Пайман понимает. Приглядывать за путешественницей тоже, ох, как нелегко. Не жизнь, а борьба. Ты охуела? Келла Кера, Пайман. Спасибо вам за помощь в руинах. Не за что, но больше так не надо. Не буду. Надо как-нибудь собраться вместе. Если Арарону в самом деле хочет вас поблагодарить, пусть угостит вкусным ужином. Отличная масса, альмаев деле! Так... Подожди, мне оказалось, мы уже как-то... Как бы, но это... Закончили в этом месте, нет? Бля, нам выше надо. Ладно... Так, блядь, я запутался. Сука, как нам туда... Мать его... Да, блядь, я не хочу ставить метки. Ладно... Так, тут... Там, благо, есть какой-то проход. Так, нам туда надо. О, сундук! Здрасте, сундук! А я тебя искал. Да... Повезло, повезло. Эмм... Так... Где-то тут? Да ёб твоё ж! Сука, это когда-то нам надо? Я, блядь, запутался! Собака. Теперь показывают, что выше. Да пиздец какой-то! Ясно? Да, блядь. Подожди, эти ступеньки ведут вы никуда. Сюда, что ли? Блядь, мы опять пришли... О, ебаный-то в рот. Так, я не залезу. Ещё ни хуяж, не веду. Блядь, не показывают. Ааа, тут я вообще... Не пролазил. Блядь, мы где-то рядом. О, ебаный-то свет. Кинич, как хорошо, что с тобой всё в порядке. О, это должно быть твои друзья. Тогда я пойду. Увидимся позже. Ну, это было проще простого. Этим назойливым вредителям повезло, что кто-то объявил перемирие. Иначе бы мы сожгли их и всех дотла. Спасибо за завод, Пайман. Несмотря на описание Хава, всё обстояло не так уж радужно. Войска капитана элитные воины. Это был тяжёлый бой. Мы были готовы отступить в любой момент, а теперь пирархонт и капитан работают вместе. Не этого я ожидал. Да, много чего произошло, пока мы были в руинах. Мы расскажем об этом в другой раз. Что ж, по крайней мере, план пирархонта продвинулся на шаг вперёд. Это лучшие результаты, на которые мы могли надеяться. Мы очень ценим вашу помощь. Но мы должны упорно идти вперёд. Мы с Сибо как раз собирались отправиться в путь. Моё племя призывают курьеров. Дестрендинг начался. Тогда не будем вас задерживать, поговорим позже. Ха, малыш Кинич думает, что сможет уйти, не посоветовавшись с нашим драконьим величеством, Кухулахавом. Ты, подожди! Так, ладно. Теперь можно идти обратно. А, тут в натуре... Бля... Тут второй этаж был. Чё-то я его не заметил. А-а-а! Надо бы отдохнуть по-человечески. Подожди, мы что-то ещё пропустили. А-а-а! Вот тут тоже есть второй этаж. Бум-бадабум! А-а-а! Отдохну! Если на сегодня мы закончили, то давай отдохнём у Паймон при чувстве, что завтра нам понадобится сила! А-а-а! Да, давай отдохнём. Той же ночью. Готово? Окей. Пойдём, встретимся с Владыкой Ночи. Значит, именно здесь вы слышали Владыку Ночи? Полагаю, это означает, что она и вправду пробудилась. Надеюсь, мы успели до того, как она снова заснула. Не волнуйтесь, я здесь. Для слабой формы жизни погружение в сон не менее утомительное занятие, чем бодрствование. Прошу прощения, что нарушаю твой пока и покой. Но мы не успели кое о чем спросить. Нам нужно выковать новое древнее имя для путешественницы. Но мы столкнулись с проблемой. Она не из Натлана. Поэтому в Царстве Ночи нет записей о ней. Понятно. Мавуика должна быть высоко ценит её. Вы здесь ведь не только по её приказам. Что скажете? Вы считаете эту путешественницу достойной? Ну да. Говорите как есть. Здесь только мы. Вы мои дети, дети Натлана. Я хочу услышать ваше мнение по этому вопросу. Нана особенная. Она спасла Качину и преданно помогает нам предотвратить беду. Натлан в долгу перед ней. Но этот долг не был возвращен. Имея древнее имя, мы можем, по крайней мере, гарантировать её безопасность. Даже эта гарантия будет стоить тебе жизни. Даже если эта гарантия будет стоить тебе жизни, да. Значит, это правда. Ковка древнего имени забирает у мастера жизнь. Ковка древнего имени это акт творения. Он заключается в том, чтобы взять разрозненные концепции по всему царству ночи и объединить их в героический эпос. Но требуется время, чтобы некая новая концепция вошла в эту реальность. Если древнее имя подобной семени, то жизнь мастера это древняя оболочка, служащая ему защитой. Когда этот процесс завершится, семя прорастёт. И, отслужив своё внешнее оболочка, постепенно исчезнет. Выковать древнее имя задача не из лёгких, а создать его для чужеземки ещё сложнее. Однако, если ты здесь, значит, решение принято. Да, я верю, что создание имени того стоит. Но мы не знаем, как долго нам удастся сдерживать бездну. И какова будет конечная цель предотвращения бедствия. Если ценой моей жизни все жители Анатлана смогут обрести будущее, то эта жертва ничтожна. Даже когда я буду смотреть смерти в лицо, я не думаю, что пожалею об этом решении. Я ношу имя Барака. Благословение. Это честь моего долга. Я понимаю. Шанс может быть ничтожно мал, но ты всё равно хочешь им воспользоваться. Потому что это может стать последним шагом на пути к победе. А ты, Светлали, тревога, которую ты чувствуешь. Ты что-то увидела, да? То, что тебе не следовало видеть. Ты об этом знаешь? На чем это она? У меня давно были опасения. Для реализации плановом Мавуике нужно слишком много времени. И слишком многое может пойти не так. У повелителей ночного ветра есть ритуал, с помощью которого можно заглянуть в будущее. Но использование этой силы в отношении Пера Архонта всегда было запрещено. Но ты все равно его провела? Что ты увидела? Смерть! Ключевая честь планов Мавуике использовать шестерых героев, чтобы высвободить силу, которую уж Баланке получила от повелительницы смерти Ронова. Сучи это мое происхождение и цена этой силы. Смерть! Ты хочешь сказать, Мавуике погибнет в этой войне с бездной? Да. Я не могу не обращать внимания на то, что видела. Вот почему мне нужна сила путешественницы. Мне нужна сила сошедшего. не не забывай сетлали. Даже если кажется, что кому-то суждено умереть, природа смерти и судьбы различна. Судьба указывает на то, что произойдет в будущем. Время, способ и место предопределены. Но смерть это совсем другое. Смерть это правило. Сила повелительницы смерти позволит Мавуике одержать победу над бездной. Но для этого ей придется пожертвовать своей жизнью. Повелительница смерти мало волнует время и способ смерти. Она лишь гарантирует, что смерть наступит. Судьба может повлиять на время, но это все, что может изменить путешественница. Ты хочешь сказать, мы можем изменить время ее смерти, но не сам факт смерти? Ну так по сути они все умрут когда-нибудь. Ну вообще все мы. Боюсь я не смогу вам помочь. Это за пределами моих возможностей. Мабу Ика знает об этом не так ли? Да. Думаю она давно приняла подобный исход. Но я не могу. Она такая сильная. Она никогда не сдается, не останавливается, пока не решит проблему. Она не из тех, кто спокойно принимает свою смерть. В этом они с путешественницей похожи. Вот почему я считаю, что эта авантюра стоит я знаю, что вместе они смогут превозмочь даже невозможное, будь то судьба или смерть. Нам остается только ждать и смотреть, но я постараюсь обуздать свои ожидания. моё время на исходе. Для меня большая честь наблюдать за человечеством в этот момент наивысшей решимости. Мы не забудем о твоём вкладе. Как только мы разберёмся с бездной, мы найдём способ сохранить тебе жизнь. Спасибо за тёплые слова, но вы ничего не можете поделать. Сколько лет жизни можно считать достаточными? Десять, сто, тысячу, десять тысяч. Царство ночи исчезнет, люди продолжат сражаться с бездной, и в конце концов всё перестанет существовать. Если подумать об этом, продление жизни теряет всякий смысл. В этом и заключается наше отличие. Даже если наш конец наступит завтра, человечество всё равно сделает всё возможное, чтобы выжить сегодня. Верно. Такие моменты всегда вызывают у меня восхищение и укрепляют мою приверженность возложенному на меня долгу. Мой создатель был прав, когда считал вас особенными выше других. Вот это мой подарок вам и продолжение моей воли. Здесь можно записать всё, что путешественница пережила в этой стране, как в прошлом, так и в будущем. С его помощью ты сможешь выковать любое древнее имя, которое пожелаешь, и путешественница также станет героем, навсегда запечатленным в памяти Натлана. Спасибо. Нам жаль обращаться к тебе с просьбой, когда твои силы уже почти иссякли. Огромное спасибо. Ваша благодарность излишне. Это самое малое, что может сделать ангел. Вам пора идти, уже темнее. Окей, мы ушли. Опять этот шум, Пайман так не уснёт. Ладно, надо выйти и посмотреть, что там такое. Опа. Шелонен, Ситлали! Что заставило вас встать в такую рань? Мы ходили к Владуке ночи, и она дала нам это. Я говорила, что не могу выковать тебе древнее имя, потому что в царстве ночи нет никаких записей тебе. Но с помощью этого мы наконец-то сможем записать ваши деяния. Держи его при себе во время пребывания в Натлане, и со временем он заполнится вашими приключениями. Ух ты, правда? Дай Пайман посмотреть! Ясно. Это какая-то новая самая механика. Ого! Это мы с тобой, а между нами солнце! О, это Качино? Это не носитель информации. Он отражает волю Владыки ночи и показывает то, что она хочет, чтобы вы увидели. Другими словами, не беспокойтесь о его форме. Когда захотите проверить содержимое, достаньте его и посмотрите. Как удобно! А еще он очень легкий и не занимает много места. Это потрясающий подарок! вам ведь не пришлось за него заплатить? Да, то нам будет неловко принять его! Не волнуйтесь, вы видели вчера, что помочь человечеству это долг Владыки ночи. Она охотно восстановила бы артерии земли Натлана с ценой собственного существования. Она не стала бы просить ничего взамен за эту мелочь. Да, так и есть. Тогда все в порядке! О, хорошо, что вы здесь, без нас снова напала, и это очень плохо. Монстров очень много, они повсюду, нам нужна помощь. Опять? Мы же только что разгромили их. Нет времени на болтовню, пойдемте скорее! я! Цель задания в регионе Натлон. Так. Нам, походу, надо отсюда выйти. Чтоб мы вышли и... Да, мы вышли. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, эээ, самое, я предлагаю сегодня на этом заканчивать и продолжим уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры